мир божий всем добрый вечер теперь продолжим наше обращение господу к слову его вот и я я сегодня или лучше сказать господь положил меня на сердце с вами немножечко обратить внимание на книгу его я прочитаю для начала три места из этой книги это ответ друга его и ответ его своим друзьям первое ну три места да и в первое место и в 11 глава с 1 по 6 стих и отвечал сафар на митянин и сказал разве на множество слов нельзя дать ответа и разве человек много речи вы прав пустословие твое заставит ли молчать мужей чтобы ты глумился и некому было постыдить тебя ты сказал суждение мое верно и чист я в очах твоих но если бы бог возглаголом и отверзл ста свои к тебе и открыл тебе тайны премудрости что тебе вдвое больше следовало бы понести и так знай что бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению следующее место прочтем и в 12 глава с 1 по 4 стих и отвечал и и сказал подлинно только вы люди и с вами умрет мудрость и у меня есть сердце как у вас не ниже я вас и кто не знает того же по смешищем стал я для друга своего я который взывал к богу и которому он отвечал по смешищем человек праведный непорочный и в 13 глава с 4 по 10 стих а вы сплечки сплетчики лжи все вы бесполезные врачи если бы вы только молчали это было бы вменено вам в мудрость выслушайте же рассуждения мои и вникните возражение уст моих надлежало ли вам ради бога говорить неправду и для него говорить ложь надлежало ли вам быть лицеприятными к нему из-за бога так препираться хорошо ли будет когда он испытает вас обманете ли его как обманывают человека строго накажет он вас хотя вы и скрытно лицемерить вот о чем мы сегодня будем говорить об одной книге которая конечно не так проста для понимания вообще библия она с одной стороны казалось кажется такая достаточно простая книга где как написано и неопытный не пойдет и не заблудится проста понимание того как можно получить спасение с другой стороны это бездна премудрости и ведения как писал апостол павел как непостижима судьба его и в книге библии да это сборник книг есть книги которые особенно трудны для понимания ну скажем книга бытие да вот вначале мы читаем отворение шести днев за шесть дней бог сотворил все видимое и невидимое мы знаем сегодня все ученые ну за исключением конечно верующие говорят что нет такое невозможно это миллионы лет там и так далее вот эволюция есть безусловно богословы которые ну как же все испытали посмотрели сколько лет там сейчас есть разные методы для определения возраста ну наверно ученые правы но конечно первую клеточку бог создал знаете трудно людям представить как это возможно а дальше мы читаем там о каком-то змее да вот что это за змей вот откуда он взялся вот почему допустили его в этот эдемский сад а потом мы читаем еще и о сынах божьих и о сынах человеческих что это за сыны человеческие да которые брали дочерей божьих и рождались там славные люди и написано что в то время были исполины откуда они взялись да почему они рождались то есть если так да на все это есть определенные ответы ну догадки может быть предположение возьмем пророческие книги книга языки или там подробно так описан храм причем если мы читаем да мы видим что такого храма в общем то не было тогда что это за храм о чем это вопросов много но я уже не говорю о книге откровения вот ну и конечно же книга иова она тоже не так проста в понимании как может показаться на первый взгляд вот смотрите это даже вот среди богослов да не все воспринимают эту книгу как историю которая на самом деле была некоторые считают что это что-то типа притчи ну почему они так считают ну наверное потому что трудно представить себе что такое возможно было вот случиться с простым человеком и с тем как он вышел из этого состояния но я думаю что мы с вами все верим что все таки эта история подлинная это было потому что там конкретно сказано о конкретных людях которые имеют конкретные имена вот но конечно вот трудность понимания уже начинается с первых страниц этой книги смотрите мы читаем о том что когда пришли вот сыны божьи к богу пришел и сатана да и вот удивительно даже вот это сразу если сатана приходит какому-то человеку из нас ну все в церкви так учат гони его запрещай его противостань ему твердой веры и убежит не веди с ним никаких диалогов потому что обманет все равно а бог почему-то принимает этого сатану и ведет с ним разговор еще диалог бог сатана клевещет на иова конечно же бог знает что иов праведник он говорит обратил ли ты внимание на раба моего иова он человек непорочный если кто-то иногда проповедует что нет людей непорочных все такие грешники окаянные ну есть такое да поэтому только вот только благодатью спасены нет были очень праведные люди если бог говорил что он непорочный безгрешный значит так оно и было бог же знает видит не только внешне он видит внутренне ну сатана ему возражает да конечно чего же ему не быть таким хорошим если ты его оградил и дал ему все а вот отними с какой стати да вот бог слушает какого-то сатану вот мы читаем с какой стати он да позволяет этому сатане принести столько зла праведнику ну некоторые проповедники говорят бог заключил сатаной пари зачем разве бог не знал что Иов такой праведник который при всех обстоятельствах жизни не скажет хулы на бога своего зачем эти вопросы можно задавать много-много-много и конечно же знаете даже бог не отвечает на этот вопрос зачем поэтому и нам не стоит отвечать мне не всегда нравится и в себе и в других когда мы пытаемся ответить на то что не открыто ну есть у человека такое желание на все дать ответ да и он старается если стоит вопрос сказать как это нужно понимать насколько это правильно это уже другой вопрос и вот здесь то же самое мы видим вот такое случилось понимание почему ведь бог так и не сказал Иову почему это все и лично мне тоже непонятно почему да хотя я могу вслед за многими комментаторами сказать причины но то что эта книга может научить нас многому это очевидно это факт поэтому поэтому я хотел с вами сегодня посмотреть чему мы можем научиться я понимаю что вопрос не такой простой да но мы можем просить у бога мудрости и вы знаете вы знаете что мудрость в общем то обещано да обещано церкви и есть дары духа святого которые как раз призваны дать нам ответы на многие многие вопросы не на все но на многие это дар слова мудрости да дар слова знания роческий дар и поэтому смотрите когда человек вопрошает бога вот сейчас тоже говорили деткам чтобы мы должны должны иметь вот эти какие-то особые отношения с богом если нам это на самом деле важно если нам это интересно мы можем просить у бога мудрости вопрошать чтобы бог дал ответы нам и бог поскольку он обещал это церкви может быть выберет тебя там или меня для того чтобы дать эти дары чтобы мы могли говорить о слове божьем не используя только человеческую мудрость но мудрость полученную от бога прочтем вот для дальнейшего рассуждения еще 1 коринфянам 2 глава с 1 по 8 стих 1 коринфянам 2 глава с 1 по 8 стих и когда я приходил к вам братья павел пишет да приходил возвещать вам свидетельство божие не в превосходстве слова или мудрости ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего кроме иисуса христа и притом распятого и был я у вас в немощи и в страхе и в великом трепете и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости но в явлении духа и силы чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой но на силе божьей дальше вот смотрите дальше мудрость же мы проповедуем между совершенными но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих но проповедуем при мудрость божию тайную сокровенную которую предназначил бог прежде веков к славе нашей который никто из властей века сего не познал ибо если бы познали то не распяли не распяли не распяли бы господа славы вот обращаю ваше внимание мудрость же мы проповедуем павел говорит да между совершенными проповедуем при мудрость божию тайную сокровенную которую предназначил бог прежде веков к славе нашей вот смотрите вспоминая свой приход в корейскую церковь павел говорит что я положил в сердце своем прийти к ним как ничего не знающим почему он так решил здесь вопрос очевиден потому что он понимал что если он будет говорить нечто более глубокое это будет для них просто непонятно поэтому он говорит я хотел прийти как не знающий ничего кроме Иисуса Христа и притом распятого часто люди которые приходят на собрание хотят только это слышать слышать о том что они спасены что их любит Иисус вот это вот это вот это так приятно так хорошо но есть и другое есть еще мудрость которую бог также открывает тем которые любят ее и Павел говорит что он не проповедует только вот только о кресте только об Иисусе а о спасении он говорит о том что мы проповедуем о мудрости да но среди другой аудитории среди людей совершенных неужели есть совершенные ну по слову Божьему значит есть ты стремишься к этому это важно тоже это важно тоже да можно там вот сузить свое знание ну предельно там где все понятно но есть и другое и это тоже для нас для славы твоей и моей поэтому возможности есть познавать но это нужно познавать не через может быть трактаты богословов которые может быть сами неизвестно откуда чего взяли а на самом деле получать откровение от Бога потому что смотрите павел говорит если бы они познали мудрость то не распяли бы господа славы но христос был распят кем ну да римляне просто были орудием они они сделали то что к чему принудили их священники первый священник пилат до последнего хотел его освободить понимаете не познали хотя кичились своим знанием что только они знают Бога а все остальные вообще ничто они написали толстую такую книжку Талмуд которая дает пояснение на все пункты Танаха но при всем при этом не узнали того о ком так много написали как много говорили как это возможно оказывается возможно и в этом есть опасность и для нас да опасность но однако возвратимся к книге Ивова вот и конечно как я уже сказал что трудно понять это сразу что вот как это случилось что Бог с этим сатаной да ведет диалог и позволяет ему совершать целом то что он совершил но давайте подумаем что мы из этой истории можем для себя ну так сказать понять или можем для себя извлечь полезного ну самое первое то что лежит на поверхности это то что и праведники могут страдать и причем страдать очень сильно да вы знаете вот мы все люди конечно и если бывает такое случается кому то из детей божьих из верующих там брат и сестру постигают какие то такие нехорошие моменты то есть ну даже просто болезнь какая-то там рак там попал в аварию лежит там с переломными конечностями уже стал инвалидом первой группы и первое что приходит в мысли а почему может быть тому есть причина и конечно же причина почему нет охраны да почему это случилось то вот эта книга книга Иова говорит не спеши своего дам почему потому что можешь очень сильно ошибиться можешь очень сильно ошибиться да может быть это следствие это может быть следствием неправедной жизни может быть какой-то жизни такой двойной да и бог тоже он не только любящий господь но еще и строгий судья строго взыскивающий огонь поедающий но эта книга говорит нам может случиться и с праведником то что даже не случается с беззаконниками почему это потому что беззаконники они в свое время пожнут по полной программе а до этого времени бог дает им как написано в последней книге откровения на последней главе написано неправедный пусть еще делает неправду нечистый пусть еще сквернится но праведный да творит правду еще и святой да освещается еще вот но почему вот случается это это с праведниками это уже совершенно другой вопрос поэтому прежде всего эта книга учит нас думать о других неплохо а хорошо если это наши братья и сестры с миром я говорю это там другая песня а мы если мы дети божии пусть эти мысли они они точно от дьявола это он приносит наверное вот это потому что а у нас ну да почему же еще нет нет эта книга учит нас прежде всего думать хорошо не позволять дьяволу вкладывать в наш разум плохие мысли о наших братьях и сестрах которые оказались в трудных ситуациях вот смотрите как как же нам реагировать когда мы видим страдания других людей как там реагировать на страдания ближних сестер и братьев мы находим ответ в словах Иова Иова 6 глава 14 стих к страждущему должно быть сожаление от друга его если только он не оставил страха к вседержителю новый перевод звучит так не проявивший милосердия к другу потерял страх пред всемогущим да смотрите как не проявивший милосердия ну мы же называют называем себя там друзьями Иисуса Христа друзьями друг друг братьями сестрами и вот что то и что если у тебя нет нет в сердце милосердия значит ты потерял страх перед Богом но если друг оказался вдруг и не друг и не враг а так и даже еще хуже чем так как к нему относиться смотрите этому так же учит нас эта книга Иова смотрите у Иова были друзья да читаю их имена или фас фемонитянин вилдат савхиянин и сафар намитянин то что они были друзьями Иова говорит о том что это были праведные люди что это были хорошие люди чтобы что это были достойные люди почему я так говорю ну потому что с детства мы знаем такую поговорку скажи мне кто твой друг я скажу кто ты просто невозможно допустить что у праведника Иова могли быть беспутные друзья могли быть друзья потому что понимаете что что такое друг это не даже не приятель это не там не знаю не знакомый ничего друг это особый статус друг это особый статус друзья и и вот друзья Иова они были они были на самом деле достойные люди и когда они услышали о том что случилось Иова мы видим подтверждение этому вот мы видим подтверждение Иов 2 глава с 11 по 13 стих и подняв глаза свои издали они не узнали его вот так изменился Иов от болезни и возвысили голос свой и зарыдали и разодрали каждую верхнюю одежду свою и бросали пыль над головами своими к небу и сидели с ним на земле семь дней и семь ночей и никто не говорил ему ни слова ибо видели что страдание его весьма велико чувствуете какие это были люди да и мы болеем да там как да ну хорошо будем молиться кто-то побольше там пришли да принесли там передачку слава богу аллилуйя семь дней сидели там рядом с ним пришли и день и ночь настоящие друзья и но что произошло потом как случилось что вместо утешения они принесли его дополнительные страдания что произошло смотрите все что можно было отнять у иова по плоти сатана отнял отнял детей отнял здоровье отнял уважение там смеялись уже над ними самые там последние люди все имущество отнял но бог сказал души то есть жизни не трогай он через близких да начинает вот разрушать эту душу и мы знаем с вами что душевные страдания они приносятся самыми близкими людьми могут принести враг он не может принести таких душевных страданий как близкий человек враг он и есть враг ну что с него взять ну понятны его дела от него никто не ожидает ничего такого но если ты друг если это близкий если это жена если это муж если это дети там особые ожидания у нас правда же и вот сатана бьет в самое больное пускать стрелы в самое больное что через вот этих близких людей он бьет в отношения Иова с его небесным творцом каким образом смотрите жена та которая на самом деле должна была поддержать его в этот момент и сказать что дорогой ее крепись держись бог благ а она что говорит ты все еще тверд в непорочности твоей похули бога и умри смотрите жена этот близкий человек ну жизнь его на глазах у нее проходит она признает что он не порочен он твердый человек не порочен а бог а она показывает бога ему нет дела для тебя слушай ты вот молишься ты страдаешь ты был непорочным ты служил ему а сейчас он вообще тебе не отвечает даже вот потому что такой бог скажи ему кто он есть то есть пухоли и умри потому что жить в таком состоянии невозможно а друзья его напротив да они оправдывают бога нет бог хороший он милосерд он благ это ты Иов такой что извини меня ну это это еще милость божия что ты вот только так страдаешь а вообще то если все тебе предъявить все по счетам то тебе нужно было вдвое больше понесть то есть они же не были врагами но но почему они так говорят они хотят защитить бога понимаете вот такое тоже есть и говорит надлежало ли вам ради бога говорить неправду вот этого делать не нужно никогда бога не нужно защищать он сам себя защитит ты можешь сказать я не понимаю я не знаю почему это все случается но но не надо защищая бога да уничижать убивать словами своими его слуг вот этого делать нельзя и отвечает нам им надлежало ли вам ради бога говорить неправду и для него говорить ложь друзья это пример актуальный для нас сколько раз мне приходилось слышать и в отношении себя там и в отношении других поношение только потому что мы по-разному понимаем может быть некоторые моменты в библии по-разному молимся да может быть по-разному понимаем некоторые моменты священного писания и вот случается нечто вдруг среди друзей вчера молились вместе славили бога а сегодня уже становятся врагами потому что кому-то чего-то открылось такое что ну с этим вот так вот в царство божие не наследуешь такое было я не хочу конкретных вещей говорить вы все знаете в меру своей ну просвещенности о чем это речь идет вот смотрите поэтому поэтому прежде всего прежде всего ну любовь есть исполнение закона и смотрите дальше мы видим что когда когда вот таким вот образом люди поступают своими друзьями это верный признак что они впали в обольщение что они не устояли в искушении потому что это враг пришел для того чтобы украсть убить и погубить а христос пришел для того чтобы собрать под крылья свои всех да поэтому христос будучи на земле предупреждал своих последователей еще еще раз воскресенье это звучало матфея 7 глава 15-16 стих берегитесь лжепророков которые приходят к вам в овечьей одежде а внутри суть волки хищные по плодам их узнаете их собирают ли стерновника виноград или с репейника смоквы если плоды деятельности каких-то людей горькие служат к разделению к очернению других это не плоды Духа Святого это сто процентов не плоды Духа Святого поэтому остерегайтесь и нужно значит противостойте всему этому хотя на самом деле это трудная задача смотрите праведные люди друзья Иова не смогли устоять перед искушением сатаны жена Иова любимая не смогла устоять перед искушением сатаны поэтому вот эта история она говорит нам что опасность существует кто стоит написано берегись чтобы не упасть и просил Бога защиты и всегда сверяй свои слова свои действия с прекрасными примерами которые мы находим в Библии последнее испытание Иова было не от сатаны а от Бога смотрите Бог ответил Иову только Он не дал бы ответ на вопрос почему это с ним случилось он сам задал ему много-много вопросов на которые Иов не смог ответить не мог ответить ни на один и это привело его еще большему смирению и мы видим и в 42 главе с первого 6 стих написано и отвечал Иов Господу и сказал знаю что ты все можешь и что намерение твое не может быть остановлено кто сея омрачающее проведение ничего не разумея так я говорил о том чего не разумел о делах чудных для меня которых я не знал выслушай взывал я и я буду говорить и что буду спрашивать у тебя объясни мне я слышал о тебе слухом ухо теперь же мои глаза видят тебя поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле смотрите Иов был праведник и Бог не дал ему ответа просто он показал Иов как мало ты ты знаешь как мало ты понимаешь да молодец ты хорош но но что ты хочешь понять то что сокрыто в чем тебе не нужно сомневаться это в милосердии Божьем его любви к тебе и в том что праведность твоя она не осталась незамеченной всевышнего поэтому Иов да он там проклял день когда он родился когда сказали матери вот там родился там еще что-то когда зачат был было от чего друзья было от чего но Господь не ставит это ему в вино в чем же испытание Иов остается еще в болезни а Бог говорит или фазу фимонитянину это 42 глава 7 8 стих горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то что вы говорили о мне не так верно как раб мой Иов итак возьмите себе семь тельцов и семь овнов и пойдите к рабу моему Иову и принесите за себя жертву и раб мой Иов помолится за вас ибо только лице его я приму дабы не отвергнуть вас за то что вы говорили о мне не так верно как раб мой Иов и вот смотрите эти друзья пошли пошли за этими тельцами за овнами надо было семь тельцов семь овнов достать привезти и приходит к этому Иову если бы прочитать все то что они говорили в его адрес то рождается такое иметь таких друзей и врагов не надо и вот они приходят Иов а Бог сказал чтоб ты за нас помолился а Иову что делать видеть вас не хочу да кому когда хоть сотую долю сказали ну там ладно десятую долю то что сказали и друзья его и что мы вспоминаем там за двадцать за десять лет что там кто кому чего сказал и потому другим еще передаем пример Иов молится и молится знаете не просто так Господь помилуй я думаю что он молится и вкладывая туда сердце Господь прости моих друзей прости и Господь тогда да прощает прощает друзей и исцеляет после этого исцеляет Иова мы думаем мы такие страдальцы а почему может быть до сих пор не можешь не можешь отпустить простить относиться к твоему брату и сестре так как Иов относился к тем своим которые вот так с ним поступили он и мы же крестьяне тоже понимаем и он это понимал я думаю откуда это все есть враг душ наших есть враг который который да вот вкладывает в сердце в уши человека не общайся с ним вообще да это не то да это вообще распознай его голос распознай во всяком случае у нас есть прекрасные примеры о том как нам поступать Христос да вот недопустимо ради Бога говорить неправду на брата своего вообще Христос учил Матфея 7 глава 1 и 2 стих не судите да не судимы будете ибо каким судом судите таким будете судимы и какую меру мерить такое и вам будут мерить Ив был настоящий праведник сам Бог сказал он беспорочный как же друзья Ива решились клеветать на него но другого слова нет клеветать почему это случилось дьявол их поймал на заповеди Божьи вот смотрите глава Галатом 6 7 есть такая заповедь не обманывайтесь Бог поругаем не бывает что посеет человек то и пожнет как вы думаете эта доктрина носит универсальный характер если если да тогда тогда наверное все мы должны были страдать вот праведники ну процветать должны ну грешники страдать как понять это место смотрите Библия ну здесь скажем ответ лежит рядом ну бывает и так что человек вот вырывает буквально из контекста и потом как с флагом ходит по жизни не понимая о чем это но ответ лежит в следующем стихе это не о том что многие так думают ответ лежит в следующем стихе смотрите восьмой стих мы прочитали седьмой да восьмой сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную то есть о чем не обманывайтесь Бог поругаем не бывает что посеет человек то и пожнет сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную поэтому промежуточные варианты они могут быть самые различные но конечный итог он Безусловно, все на своем месте. Сеющий в плоть, известно где будет. Сеющий в дух, а дух опожнет жизнь вечную. А на этой земле, может, все наоборот. Сеющий в плоть процветает, а сеющий в дух в скудости свои проводит дни свои. Да? Вот так тоже бывает. Поэтому, друзья, вот смотрите, друзья Ивова, они вот попались над тем, что не понимали до конца, может быть, вот этот принцип. Они думали, так и написано в Ветхом Завете, «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру наливания». Так написано, правда? Ну, написано или нет? Ну, написано, да. Вот. А глядя на Ива, ну, какой же он праведник? Ничего-то не видно, ни цветения, ни возвышения, вообще ничего. А значит? А значит, наверное, двойную жизнь ведет. Перед нами он такой белый и пушистый. А там, когда никто не видит, вот они, они как бы в защиту Бога. Да ты, вот если вы Бог, все это вспомнил, не надо этого делать. Не надо. Не надо. В некотором смысле Иов является правообразом Иисуса Христа. Христос молил тебя о своих врагах, будучи на кресте Голгофу. Мы в воскресенье будем вспоминать об этом. И на самом деле, Христос тоже был праведник. Искушен во всем, кроме греха. Не сделал ничего плохого. Делал только хорошее. Иов тоже. Он, когда в защиту свою говорил, ну, просто нет времени это все читать. Да? Он и о вдове беспокоился, и о сироте беспокоился. Он был прекрасный человек. Ну, вот с ним такое случилось. Да? Иисус Христос делал добро. Исцелял, освобождал, очищал от проказа. Проповедовал о Царстве Божьем. И в результате оказался на кресте. И всем при этом, глядя на тех, которые не переставали хулить его, он молится своему отцу. Отче, прости им, потому что не понимают, не знают, что делают. Подражайте Иисусу Христу. Подражайте тем людям, да, о которых Священное Писание говорит, что они праведники. Потому что их жизнь это лучшее толкование на всевозможные доктрины Священного Писания. Мы можем неправильно понять. Но видя жизнь и поступки этих человеков, этих людей, мы видим, как надо. причем, знаете, вот здесь очень важно брать в пример библейские образы. Несмотря на то, что мы имеем такое место в Священном Писании, Евреям 13,7, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. Вы знаете, сегодня для нас это слово не актуально. Кто-то может сказать, ну вот опять Петр там чего-то говорит насчет Библии. Я вам скажу очень просто почему. Слушайте, когда это слово было написано, тогда учение распространялось апостолами и учениками апостолов. А сегодня тысячи динаминаций, которые даже вопросы спасения трактуют по-разному. И у каждого есть свои герои, свои учителя. Сегодня, скажем, в России страдают свидетели Его, да, за веру. Их просто гонят там. И, конечно же, в глазах других людей, они герои. Им можно подражать. А у других там свои. То, что сегодня есть люди, которые тоже очень крепко стояли за свою веру. Это еще не важно, что они, это еще не факт, что они стояли за истину. Понимаете, это разные вещи немножечко. Это разные вещи. Вот поэтому сегодня, как никогда, больше актуально Священное Писание, Библия и те образы, которые открывает нам Священное Писание. Потому что в этих образах мы видим Божье Слово. Это хорошо или плохо? Есть осуждение или одобрение? Когда мы принимаем для себя подражать этим героям, мы никогда не ошибемся. Да благословит вас, Господь! А теперь давайте помолимся. Спасибо за субтитры!